итак господа нет я не обленился я был занят реально вы знаете но я видеоблогер по совместительству довольно таки долго не было видео на канале да и вот он наконец-то пришло очень классное видео для всех моих подписчиков и не только прошлое видео с обзором iphone xs max собрал достаточно большое количество просмотров для моего маленького канала и довольно таки много комментариев то есть все захотели поучаствовать больше 400 человек это примерно на 399 человек больше чем я ожидал я думал вас будет реально меньше так что спасибо всем кто принял участие мы обязательно iphone разыграем конечно же раньше чем миллион просмотров и вот попользовался какое-то время этим айфоном довольно таки продолжительной до чтобы сделать свои выводы уже и что я хочу вам сказать вот мой прошлый iphone 7 плюс и знаете мне он нравился больше вот представьте я пользуюсь новым телефоном больше двух недель и почти каждый день я вспоминаю блин как же был крут iphone 7 и сейчас и конечно же попробую вам это доказать о том что не надо хотеть iphone 10 ребят во первых своих денег он точно не стоит вот эти вот 128 тысяч рублей за эти нереальные 512 гигабайт не стоит отдавать вот 7 плюс опять же на сером рынке то что не растет сейчас можно купить за реальные деньги это телефон который я бы выбрал на вашем месте судя по вашим комментариям а их 429 штук я посмотрел вы все желаете мечтаете об этом дорогом айфоне и каждый из вас пишет что вы себе не можете его позволить так не покупайте покупайте тот айфон на который вам реально хватает денег или тот телефон который вы сможете взять себе то не знаю в рассрочку сейчас кучу предложение банковский если вам еще нет 18 лет и вы не можете в рассрочку попросите у родителей на день рождения на ваше 18-летие и поверьте это тот телефон который я бы сегодня купил и не заморачивался объясню давайте в этом видео немножечко вам покажу объясню почему я так считаю к чему я пришел итак ребят начнем с touch id когда вас лежит телефон на столе и вы просто ну словно с тумбочки нажимаете вас разблокируется это капец как удобнее чем делать вот так искать телефон ночью где-то вот так поворачивать и вот так вот это это говорят дело привычки говорят что привыкаешь и так далее привыкнуть можно неудобно но это мелочи поверьте это это мелочи мелочи давайте поговорим сразу о большом о камерах ее развернули вниз это очень круто но дальше она не шагнула реально качество фотографий при прямых руках при любых руках абсолютно одинаковая по поводу батарейки супер мощнее чем там в айфоне 10 iphone 10 мощнее чем 8 8 чем 7 и в итоге этот телефон должен работать iphone 10 примерно в два раза дольше чем iphone 7 скажу честно на опыте iphone 7 работает дольше давайте с вами пооткрываем приложение наверно и посмотрим насколько медленней или немедленней все это происходит где тут у нас заметочки допустим вот давайте посмотрим 100 граммчик опять же сейчас самолетный режим стоит у нас я не вижу с вот этой производительности которая в пять раз быстрее понимаете да то есть ну да он открывается на одну тысячную долю быстрее не всегда конечно же да но но открывается чуть чуть быстрее там но реально тысячные просто тысячные давайте браузер посмотрим никаких отличий никаких абсолютно то есть производительности что игрушки что не игрушки все абсолютно одинаково что хочу сказать ребят ну нету нету никакого супер бешеного прироста который бы я хотел бы увидеть его и невозможно увидеть потому что iphone 7 супер нереально капец какой быстрый смартфон камера но ребят реально никакой разницы абсолютно то есть все как было все так и осталось теперь поговорим о нюансах которые ну прям страшно бесит видите вот эти вот рамочки насколько iphone стал теперь у нас больше теперь здесь не пять с половиной шесть половиной день так вот когда ты смотришь youtube чик и если ты не хочешь наблюдать вот эту черную фигню на своем до видео он соответственно бежать в квадрат получается экран точно такой же абсолютно точно такой же как и 5 с полной дюйм но из-за того что он стал в более вытянутой странички выбралась выглядят более вытянута и меньше информации в принципе то есть когда более квадратный экран попадает больше информации сюда может быть не адаптирована но это и не адаптирует то есть это так и останется он как был неудобный он таким неудобным останется но есть тут такие нюансы допустим моя любимая игра маша ворс 2 это тот момент когда ты открываешь игру а тебе не хватает одного сантиметра да это оптимизация но игра на не адаптирована херстон но еще более-менее но нет самое страшное самое страшное то что адаптация даже внутри самого браузера сафари встроенного даже там ее нет то есть открываешь на сайте какую картинку допустим я выбираю себе новый автомобиль нажимаю посмотреть автомобиль соответственно вертикальном варианте это выглядит маленькая фотография до хочется посмотреть большом варианте и когда ее разворачиваешь твоя фотография продолжается где-то вот здесь то есть ты видишь пол машины тебе надо будет вот так скролить да каждый раз это все неудобно это неудобно иногда срабатывает иногда не срабатывает но не срабатывает в 99 процентах случаев это не потому что у меня руки растут не оттуда откуда должно то есть оптимизации никакой вот это вот фейса иди вот это никакой непонятно показать что мы платим давайте поговорим немножечко про экран я сейчас выставил яркость на максимум до что-то фотографии снятые на iphone 10 я скинул павердропу и при детальном изучении я хочу вам сказать что что на IPS матрица эта фотография выглядит более реалистично более интересна яркость все та же самая более реальные цвета все-таки на iphone 7 выдает так что не то что фотографировать и даже смотреть эти фотографии приятнее на более старом девайсе итак ребят давайте еще поговорим о плюсах а плюсах не iphone 7 плюс а все-таки о плюсах десятки есть же какой-то плюс скажу вам плюс очень необычный плюс в том что не хочется выносить в чехле это первый iphone из всех что у меня были у меня были все это первый iphone который я не могу носить чехле и не хочу потому что вот так вот он очень удобно носится все-таки в отличие от iphone 7 кстати они все золотые более скользкий вот пожалуй это единственный минус если вам кажется что айфон для вас слишком скользкий у вас есть лишние 50 тысяч рублей которые доплатить можно к стоимости iphone 7 и вы не любите носить чехлы покупать iphone 10 во всех остальных случаях пожалуйста айфон да даже посмотрите нисколько не хуже выглядит iphone 7 нисколько не худ возможно даже интерес в чем-то но опять же этот холодный металл здесь стекло на любителя на любителя ребят такое вот маленькая супер мини сравнение ну сколько было времени столько уделил и спасибо всем за просмотр я надеюсь я вас убедил я вас убедил не тратить лишние деньги на вот этот вот айфон 10 с макс теннис макс теннис макс говорит и вы еще раз подумайте конечно же мы разыграем iphone конечно же кто-то из вас получит такой телефон но если у вас есть возможность купить телефон а или обновить обновитесь до семерочки ну или до восьмерочки как хотите но вот идеальный смартфон на сегодняшний день для всего спасибо за просмотр всем пока и заметьте я не прошу оставить лайки дизлайки комментарии давайте поддерживаем и маленький канал а я для вас буду стараться и сниму еще одно видео следующее не давайте следующее видео будет трансляция наконец-таки пообщаемся с вами уже вживую без монтажа все всем пока а а а а а а а а а Продолжение следует...